намасте сегодня у нас 8 марта и даже у меня на личном алтаре появились цветы я благодарю всех кто поздравил с этим праздником в коллективном сознании человечества мы вспоминаем о женском принципе в этот день и чистом видении все мужское сообщество делает подошение пространству женского проявления а это проявление есть безграничная нежность сострадание любовь гибкость красота совершенство все это аспекты женской энергии но я бы хотела сказать о том что женская энергия во вселенной это принцип шакти мы знаем из многочисленных пуран агам особенно шактийских агам о принципе шакти как о принципе божественной энергии с помощью которой господь творить эту вселенную этот принцип очень важен он также важен как и принцип сознания безусловно вся наша любовь она направлена к шиве но кто нас приводит к шиве нас к шиве терпеливо ведет шакти она учит нас разумляет снова и снова объясняет нам какие ошибки мы совершаем и как нам дальше двигаться по пути она вдохновляет нас она дарует нам материальные благо для того чтобы наш духовный путь имел опору она дает нам пищу она дает нам кров она помогает нам благоприятными условиями для того чтобы мы прошли этот путь шиве она защищает нас на этом пути если мы сталкиваемся с трудностями и препятствиями она любит нас она сострадает но все это аспект шакти без нее йогину было бы очень трудно двигаться по пути именно шакти благословляет йогина и в какой-то момент он понимает что кроме почитания шивы ему необходимо также почитать шакти и вот малый срез этой энергии проявляется через женщин в этом мире сегодня мы их поздравляем мы вдохновлены их прекрасными качествами мы вдохновлены их формой проявления сатвичной которая позволяет в этом мире проявляться всему прекрасному поэтому в этот день мы вспоминаем об этом принципе принципе шакти и мы вспоминаем как практикующие потому что мы духовные люди мы идем по духовному пути мы стремимся к богу поэтому мы для себя проясняем что этот принцип значит для нас этот принцип значит для нас очень многое потому что это энергия мы состоим из энергии наша судьба это проявление энергии наш духовный путь это тоже энергия мы сами как личность это энергия что-то внутри нас запредельное присутствует неуловимое непостижимое то что мы не можем описать какими-либо категориями именами качествами мы устремлены к этому изначальному источнику но что такое наша устремленность что такое наша вера наша преданность это все энергия это божественная мать шакти ади шакти ади шакти которая любит всех живых существ которые являются вечной преданной бога которая берет заботу о нас живых существах во вселенной в творении которая нам указывает на то что является сакральным непостижимым в этом творение что есть харма что и священные писания что есть милость святых божеств это все шакти это все она она делает этот путь прекрасным для нас она указывает нам направление движения она спасает нас она защищает нас она оберегает нас поэтому ее еще называют материнской энергии потому что она похожа по принципу на любовь матери к своему ребенку даже если ребенок не столь талантлив не обладает какими-то качествами попадает постоянно в какие-то неприятные ситуации совершает ошибки спорит доказывает мать все равно любит его она все равно защищает его потому что она в нем видит самое сокровенное именно материнская любовь позволяет матери видеть своем ребенке его уникальность поэтому материнская любовь вдохновляет поэтому мы всегда возвращаемся к материнской любви мы знаем что всегда будем приняты и вот шакти она такого же мы всегда знаем даже если мы отвернемся от бога даже если мы заблудимся совершим ошибки тяжелые грехи и так далее шакти всегда нас примет с любовью и снова поможет нам встать на путь снова поможет вдохновить нас двигаться к живи поэтому давайте сегодня восхвалять почитать шакти всеми способами которыми мы это можем сделать ом шанти продвигаться у у у у у у Продолжение следует...